Добрый день дорогие друзья, добрый день уважаемые радиослушатели, интернет-пользователи, ютуб, видеозрители, интернет-портал радиоцентра Сангейс начинает свою программу и сегодня у нас среда, среда 21 декабря, как всегда по средам в это время 11 часов утра в городе Чикаго, на западном побережье 12 часов, это день, на восточном побережье, это Нью-Йорк, Вашингтон, на западном побережье Лос-Анджелес, Сан-Франциско, 9 часов утра и 8 часов вечера в этот час в Москве. У нас на связи Россия и торолог Сергей Савченко, руководитель школы «Русская Таро» и человек, который занимается практически всю свою жизнь Таро. И сегодня у нас в студии Владимир Гольдштейн, который проведет эту программу. Дорогие друзья, дорогие ведущие и Сергей, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. У вас утро, у меня-то вечер уже. У нас пока еще утро, у нас вчера было, как обычно у вас бывает, не знаю, бывает ли у вас такая температура, у нас вчера было со скоростью ветра, если считать, ну почти под 40 мороза, но физическая температура была минус 25, если перевести на Цельсию. У меня минус 34. У нас уже хорошо. У вас минус 34. Ну, за окном, понятно. Но, вы знаете, у нас в Чикаго считается так, если вам надо, чтобы погода изменилась, подожди полчаса. Ну, в данном случае нам пришлось подождать всего лишь, там, не полчаса, а 12 часов, и погода уже плюсовая. С минус 35-40 у нас уже плюс, а завтра будет вообще плюс 7, обещают. Так что вот такие у нас прогнозы. Но это все, наверное, сказывается то, что у нас праздники на дворе. Вот как раз Владимир сейчас на эту тему с вами побеседует. Да, я хотел задать первый вопрос, он связан с праздниками, ну и, конечно же, одновременно связан с торологией. Хотел спросить у вас, можно ли дать какие-то рекомендации к праздникам, основываясь на картах Таро, основываясь на торологии. Можно дать рекомендации, пьешь, закусывай. Это уже... Напил, сиди дома, не ищи подвигов. Сергей, ну это общие рекомендации не только в празднике, на самом деле. Ну, вообще, да. Ну, а конкретно праздникам? Значит, в тарелке с оливье, да, не надо засыпать? Нет, если берешь салатик, бери мягкий, тебе в нем спать. Первая рекомендация есть. Можно ли каким-то образом это все-таки, ну, в контексте Таро рассмотреть? Да, можно. Как я работаю? Вы даете вопрос, я раскладываю карты и смотрю. То есть, общий вопрос, какие рекомендации по праздникам. Я не понимаю, о каких праздниках идет речь, я не понимаю, о каких рекомендациях идет речь. Соответственно, я ничего не могу ответить на этот вопрос. Да, поэтому я его конкретизирую. Идет речь о Рождестве, которое отмечается, да. Рождество бывает разное. В данном случае мы говорим о католическом Рождестве. О католическом Рождестве, которое отмечается в ближайшие дни в католическом мире, в частности в Соединенных Штатах. И идет речь о Новом Годе, который отмечается, понятно, 31 декабря. Вы же вроде протестантов. Не-не-не, речь идет о Соединенных Штатах Америки. И из каждого утюга, как говорится, доносится обычно песня. Wish you a Merry Christmas, ну и так далее. And happy new year. Так вот, в данном случае уже никто не произносит Merry Christmas. А это было все годы. Вот буквально последний год это уже не произносят. Это уже, как выяснилось, политически некорректно. Вы представляете? Всю жизнь так было. Я не хочу жить в вашей Америке просто с вашими неполиткорректностями и прочей всей хиротенью. Извините, мы французские, конечно. Ничего, мы это вырежем, не волнуйтесь. Да, я просто не вырезать особо. Я вообще матом дерусь, я просто разговариваю. Ну да. Нет, мы сейчас говорим как раз таки то, что в принципе отмечается в Соединенных Штатах, поскольку мы ведем передачу. Сангейс Радио находится технически в Чикаго. И поэтому мы говорим только в этой связи. Поэтому, ну, крестьянское Рождество отмечается, понятно, когда? В начале января месяца. Ну, в данном случае, вот, будем так считать. Период времени с 24-го, это когда отмечается два дня подряд, 24-25-го, дальше идет Новый год, а дальше идет, вот, крестьянское Рождество, допустим, правильно? Православное. Православное, извините, да. Ну, часть, так будем читать. Так вот, скажите, вот в этот период времени обостряется, скажем, или наплыв посетителей, клиентов к вам увеличивается, или как обычно идет? Когда я вел прием, увеличивался, потому что это был как раз период, когда я делал годовой расклад. Вот буквально с сегодняшнего числа и обычно до 19-го января, ну, с учетом, что несколько дней вы подали на Новый год, я делал годовой расклад. И были такие клиенты, которые буквально раз в год ко мне приходили, делали годовой расклад, получали текст, уходили, и потом каждый месяц отзванивали, совпало, не совпало, сколько всего там совпало и так далее. Была одна забавная история, мне очень понравилась. Я одной даме на август предсказал, что будет кража, но небольшая. И вот уже 25-е августа, ничего, 27-е, 29-е, она уже в таком напряжении, и 30-го августа, а у нее частный дом был, у нее украли садовый шланг. Она с большим облегчением вздохнула, потому что на конец года я сказал, что у нее будет очень большое повышение по службе. И оно совпало, поэтому должно было совпать и повышение, и повышение тоже совпало, и она была счастлива, что этот шланг у нее украли. Сергей, ну, мне лично, ну, правда, может быть мне понятно, все-таки ваш студент, можно сказать, но тем не менее, это может быть и совершенно непонятно многим другим, которые, ну, слышали, что такое Торону, но никогда с этим не сталкивались. Как можно, то есть это же, ну, астрологи, они предсказывают, да, у них есть циклы какие-то, а как вторым можно это все предсказать? Да легко, ты говоришь, что у меня будет в августе, раскладываясь несколько карт, и смотришь, главные события августа, ключевые события августа, важные события. Может же быть так, вы вот помните, что у вас было в ноябре позапрошлого года? Нет. Нет, потому что не было никаких значимых событий. Я с вами не консультировался, поэтому. Поэтому не было. Поэтому, нет, даже не поэтому не было. Мы очень часто живем очень спокойно. Вот я помню, как у меня там было какое-то событие, которое там на меня как-то повлияло. А потом 6 месяцев. Мне очень нравится в фильмах, когда пишут, прошло 10 лет, да, прошло 10 лет. То есть за 10 лет не было ничего, что стоило бы даже упомянуть, что вот это там какое-то событие было. И вот ты делаешь человеку раскладываясь, ты знаешь, у тебя будет очень спокойный такой, ровный. Как вот жил, так и жил. Или я делал расклад своему товарищу, вот на этот год, 16-й. И я ему говорю, что вот июль у тебя будет такой, что вот все, что с тобой происходит, ты должен воспринимать очень философски, очень спокойно. Потому что в любом случае это обернется к тебе к выигрышу. Что вы думаете происходит в июле? Его увольняют. Причем там длинная история такая, всякие интриги. Вольняют не только его, то есть сокращение на фирме. Ему пообещали, что его оставят. Потом ему пообещали, что не оставят. Потом, что будет повышение. В конце концов, его уволили. Его уволили. Но он имел этот прогноз мой. И он даже совершенно не переживал. Он неделю посидел дома. Через неделю начал рисовать резюме. И еще через неделю он уже работал на точно такой же работе, как он делал раньше. Но он получал больше, примерно на 15%. А ответственности на работе у него было меньше. Он говорит, если бы не твой прогноз, я бы, наверное, весь испсиховался после уволнения. Но поскольку я знаю, что все будет хорошо, я даже не переживал. И все спокойненько это воспринял. То есть, это вот хорошая вещь. Дорогие друзья, я хочу напомнить, потому что мы беседуем с террологом, который разбирается в террологе. Более того, он является руководителем школы. И вот, пожалуйста, мы были сейчас свидетелями того, как люди живут себе спокойно, зная то, что с ними произойдет в будущем. Но тем не менее... На этой неделе будет курс, посвященный годовому раскладу, где я как раз буду обучать, как этот расклад делать. Чтобы не надеяться на кого-то, а сделать это самому. И ты сам себе сделал, все написал, все, и ты красавчик. Хорошо. А вот могу ли я воспользоваться, так сказать, своим служебным положением тогда, и попросить вас сделать расклад, связанный со мной, на вот этот период праздников, ну, наверное, на весь январь, допустим, ближайший январь. Это любопытно для любопытства, Владимир? Я сделаю экспресс. Или это просто так? Это для информации, которая для меня очень важна. Именно в этот период. Давайте по-другому сделаем. Давайте вы зададите вопрос о событии, которые вы ждете, на которые вы надеетесь, что оно случится или не случится, или еще что-нибудь. То есть, если у нас есть акцент на важной информации, значит, у нас там есть какой-то событий. Вот там должно что-то случиться, или наоборот, не должно что-то случиться. Или как по-другому будет вопрос? Ну, хорошо. Давайте посмотрим на события, которые могут произойти в материальной сфере, связанной со мной, вот в этот период. Можно ли так, в финансовой сфере? Улучшится ли финансовое положение? Улучшится ли финансовое положение, да, или ухудшится? У вас есть какие-то надежды? Ну, есть опасения, скорее. Опасения, что ухудшится? Да. То есть, вопрос, обоснованы ли ваши опасения по поводу ухудшения финансового положения? Да. Жрица, башня, солнце, луна, император. Если вам что-то говорят карты. Я работаю с колодой, она состоит только из старших арканов. Такие есть колоды, которые только по старшим, поэтому только старших. Первый расклад был неочевиден. То есть, там было и хорошо, и плохо, и опасения, и всякие разные штуки. Такие. Значит, второй расклад уточняющий. У нас выпадает умеренность, император, мир, смерть и маг. Значит, какое-то колебание возможно, и даже его можно будет принять за негатив, за то, что оно ухудшилось. Но реального ухудшения не происходит. Или оно не такое страшное, как вы боитесь, или оно провалилось и поднялось. Ну, не катастрофа. То есть, это больше психологическое состояние, чем реальное ухудшение. Понятно. Вопрос, то есть, ответ понятен. Сергей, я прошу прощения, Володя. Вам обращаются по поводу, или для вас легче работать, допустим, с какими-то частными прогнозами, гаданиями, да? Относительно какого-то человека, или вам легче работать с какими-то глобальными вещами? Мне плевать. Все равно, да? Мне абсолютно все равно. Мне важно, чтобы был человек, который понимает, что спрашивает. То есть, когда вы начинаете меня спрашивать, то, чего ни к вам никакого отношения не имеет, ни вообще ни к чему никакого отношения не имеет, то мне, конечно, очень тяжело. То есть, в зависимости от того, насколько вы сами настроены на... Насколько для вас это важно. Ну, вот, например, у нас есть страна Гондурас, да? Некоторые из нас даже знают, где ее искать в Африке. Вас реально волнует, кто будет президентом Гондураса? Не слишком. Не слишком. Помните, было миниатюра по этому поводу, да? Да, лучше колыметь в Гондурасе, чем гондурасить на колыметь. Значит, ну, если вы сделали букмекерскую конторе ставку на то, что там Альфонсо победит Хуана какого-нибудь в этом президентской гонке, то вас это будет волновать? Вас лично, Владимир, будет? Не слишком, все равно. Если вы сделали ставку... А если я сделал ставку, это ставка, тогда другая история. Тогда другая история. Так вот, в первом варианте, скорее всего, ответ будет такой, который я, может быть, и не пойму. А во втором, вероятность того, что ответ будет более концентрированный, более четкий, более понятный, намного-намного выше. Потому что это касается лично вас. В первой ситуации, лично вас это не касается вообще. И вот, когда человек задает такой вопрос, ну, что называется, от балды, от нечего делать. А вот там вот, ну, тебе плевать, мне плевать, и картам плевать, точно так же, и просто все равно. А вот когда ты лично заинтересован, у меня там живот болит, я выздоровлю или умру завтра. Ну да, тут карты хорошо показывают. Я почему задал этот вопрос, потому что был в истории такой человек, его звали Миша Настрадамус. И он был совершенно феноменален в предсказаниях глобального плана, но он был абсолютно страшно не попадал, когда его задавали конкретные какие-то вещи, приходили к нему люди. То есть, не то, что там 90% правильности, у него было менее 40%, а то и 30%. Он абсолютно точно попадал не туда. Вот парадокс какой. Поэтому я вам и задал такой вопрос. Ну, понятно. У меня есть следующий вопрос. И он, ну, наверное, его задают люди, которые, может быть, не совсем сведущие в Таро, или наоборот, сведущие, но по каким-то причинам им хочется спросить. Вот я спрошу вот о чем. А сталкивались ли вы с утверждениями, что карты Таро, это, скажем, от темных сил, от них произошли игральные карты, есть такие утверждения? Они не произошли. Они развивались параллельно. Ну, вот есть такое утверждение, что это, так сказать, не от светлых сил, ими лучше не пользоваться, потому что непонятно, кто за этим стоит, кто эту информацию дает и так далее. Как вы ко всему этому относитесь? Значит, мое личное особое мнение по этому поводу, что вот у нас есть так называемые ангелы. Да? И вот этот ангел месяц отрабатывает ангелом. У него потом две недели отпуска. Потом он месяц отрабатывает в аду. Потом у него две недели отпуска. Потом он снова работает ангелом. Потом он снова работает в аду. Они просто меняются вахтами. Это вот я большайшим образом в этом убежден просто. То есть, это одни и те же персонали, которые просто меняют. Да, поэтому вариант, что Торо от темных сил, от светлых сил, еще там от каких-то сил, я лично считаю это полной чушью и бессмысленностью. Понятно. А как вы считаете, а как вообще часто нужно человеку посещать Торолога? Насколько регулярно? И если это регулярно, то не станет ли это привычкой? Ну, не будет ли человек этому как к наркотику привязан? У вас есть две ситуации. Первая ситуация – это контрольные замеры. У меня был товарищ, который занимался одной личкой. Ну, в России это, ну и не только в России, и на Украине. Это было немножко криминальное мероприятие. Ну, приходил ко мне Росквартал. И мы делали Роскланд. Опасно или не опасно? Если показывал не опасно, то есть, нет угрозы ни со стороны конкурентов, ни со стороны ментов, ни со стороны никого. Все, он занимался. Следующий квартал он спокойно работал. Если же показывал, что он опасно, он даже не проверял. Он просто говорил своим, я в этом квартале не работаю. Ну, говорят, как же, вот ты там нас подумаешь, я не работаю в этом квартале. Почему? По качану, просто не работаю. А в следующем? В следующем посмотрим. И все, он очень спокойно работал. И у него не было проблем. То есть, примерно каждый шестой-седьмой квартал выпадало, что вот он напряженный. И он просто закрывался на это время. Я считаю, это очень разумный подход. То есть, как плановая флюорография. То есть, раз в году вы идете и делаете себе флюорографию. Это первая ситуация. Вторая ситуация – когда случается кризис. Вот в кризисе время значительно уплотняется. Плотность событий намного выше. Помните, был старый-старый фильм такой «Три дня Кондора». Да-да-да. Они много лет работали, и ничего не происходило. А потом с ним за три дня происходит миллион событий. Всех убили. Он нашел себе женщину. Короче, миллион всяких разных событий происходит. То есть, количество событий в эти три дня, оно максимально. И вот здесь можно гадать и не то, что там раз в день, а раз в час можно гадать. Для того, чтобы отслеживать, как эти события будут меняться. В какую сторону они будут идти. Потому что это некое кризисное, плотное, очень насыщенное время. Но как оперативная хирургия и плановое лечение. То есть, мы планово себе принимаем пилюли, амипатические какие-нибудь. Или аппетитцит хватанул, все, на стол. Вырезали собак, и скормили, и забыли об этом деле. Поэтому, какой у вас режим? В каком режиме вы живете? Что происходит с вами сейчас? Вы сейчас находитесь в спокойном режиме, или у вас обострение? Если обострение, мы гадаем каждый час. Если обострения нет, мы гадаем раз в месяц, раз в квартал, раз в год. И спокойно себе живем. И вопрос попасть в зависимость, он зависит не от частоты гадания. Он зависит от того, что у тебя в башке. То есть, когда я гадаю своим друзьям, которых хорошо знаю, я с ними всеми беседовал по этому поводу, они говорят, что для нас Таро – это дополнительная информация. Мы учитываем ее при принятии решения, но она не является такой, что вот нам карты сказали, все только так и никак иначе. Ну, ты живешь своим умом. Хотя я видел людей, которые впадают в зависимость от Таро, гадают на каждый чих, на каждый шевеление козявки в носу, уже надо погадать, они порчили это, они злые, если сила-то на нас влияет, они еще там что-то безумное происходят. Ну, такие тоже есть. Но это не от карт, это от головы. Понятно. А вот сам расклад, который вы делаете, вот вы очень быстро это сделали на месяц, если это на год, это занимает так же немного времени, это как бы в таком же формате происходит или нет? Нет. Мы погадали не на месяц, мы погадали на события. Это расклад по типу «да-нет». То есть, да, все хорошо, нет, все плохо. Годовой расклад у меня лично занимает несколько часов настройки. То есть, я хожу по комнате, я пью чай, я думаю о том, что я должен сделать человеку расклад. Я 2, 3, 4 часа могу на это настраиваться. И потом примерно 40-50 минут, это время, когда я начал раскладывать карты, то есть, взял колоду, начал тасовать, набрал текст и отправил ему, допустим, по e-mail. Вот это занимает формальное время 40-50 минут. Понятно. И у меня еще один, возвращаясь к тому раскладу, который вы сделали, еще вопрос. Там вот была карта смерть. И как бы так, первый взгляд на это нечто страшное. Имеет значение в контексте каких других карт она выпала? Поэтому вы как бы не были столь пессимистичны. Или в чем там дело? Я вообще не вижу смерть, как пессимистичную карту. Дело в том, что для меня смерть, это в первую очередь изменение. Причем изменение быстрое. Быстрое время, быстрое событие. Мы не всегда понимаем, как они происходят. Мы не всегда понимаем, на что эти события повлияют, с чем они связаны и так далее. Но это не связано с тем, что мы все умрем. Просто как факт. Я гадаю, предположим, вам, каждый день. У нас каждый день всего 22 карты. Какова вероятность, что хотя бы раз в течение часа нашего гадания карта смерть выпадет? Очень высокая. Это что значит, что вы на завтра уже умрете? Понятно. Вы живете 70 лет. Вы всего один раз за эти 70 лет умрете. У нее есть такое значение смерть. Но оно проявляется очень и очень нечасто. Оно чаще проявляется, как смерть. Когда человек приходит и спрашивает, жив или мертв. Вот там, Петя пропал, жив Петя или мертв. Впадает карта смерть. Рядом с ней выпадает карта страшный суд. Рядом башня. Вы знаете, наверное, с Петей проблема. Понятно. А вот можно такой вопрос. Как сами вы для себя лично применяете карты? Как часто вы это делаете? И делаете ли для себя? Редко. А почему? Да и так все понятно. Я это делаю в тех ситуациях, когда я не понимаю ситуацию. Когда я попадаю в какие-то странные обстоятельства, где мне не хватает моих мозгов разобраться. Вот тогда я раскладываю карты и смотрю. Или я попадаю в очень понятную для себя ситуацию. И мне просто хочется проверить самого себя. Ну, вот, каприз мастера. Понятно. Следующий вопрос. Знаете ли вы известных людей, известных персоналей, которые регулярно пользовались картами Таро? Из истории, может быть, кто-то? Мадам Ленорман. Ленорман не пользовалась Таро. Она работала с колодой Этейлы, так называемой. Скорее всего, она работала с малой Этейлой. Вот карты, которые названы именем колоды Ленорман гадательной. Она возникла намного позже. И к Ленорман никакого отношения не имеет. Ну, а другой персонаж известный, это Сергей Савченко. Вот, кстати, Петит Оракул, как раз он у меня на столе лежал. Вот это, скорее всего, та колода, с которой работал Ленорман. Другой персонаж, я перебил на Михаил. Нет, я просто отметил еще одного персонажа, которого зовут Сергей Савченко. Ну, я настолько известен в мировом масштабе, если не так хорошо меня знает. Ну, мы же для этого ведем программы, что ли? Да, мы работаем, конечно. Мы работаем в этом направлении. Мы немножко упомянули, когда говорили о профессиях ангелов, немножко упомянули, коснулись механизма действия карта Ро. Так можно ли сказать, что этим управляют ангелы каким-то образом? Вот, раскладом. Сила однозначно в этом деле замешана, и это даже не вызывает никаких сомнений. Но управляют ли они этим? Я думаю, что второй там инструмент для диалога между нами и высшими силами. Ну, и, наверное, тогда чистота этого диалога зависит от сонастроя, от того, насколько мы с ними на одной волне. Вы занимались радиоотделом? Ну, я инженер, но радиоотделом не приходилось. Я однажды в Непродержинске ехал в такси. Это уже было очень давно. И вдруг в такси ловят переговоры на английском языке. Я говорю, а что это? А мы иногда ловим переговоры американских копов каких-то там или чё. Как так? Чёрт его, не знаем как. Вот просто поймал и всё. Где мы, где Америка, где копы эти, где всё остальное. Насколько я настроился? Насколько точно выставлена моя антенна, настроено моё приёмно-передающее устройство? Насколько я в состоянии получить сигнал и дешифровать его, и всё остальное прочее? Если я умею это делать, я хорошо работаю с картами. Если я не умею это делать, ну, значит, я просто называю цены на дрова в 2018 году вместо правильных ответов. Это важный момент. Вот не все торологи так могут работать. Понятно. А как вы считаете, вот вы дали какое-то предсказание, или, правильнее будет сказать, карты показали некий вариант будущего. Изменимо ли оно? Можно ли его изменить какими-то правильными действиями? Это не приговор. Это прогнозы всего лишь наиболее вероятное развитие ситуации. Если ты ничего не будешь делать, всё, что это так, как есть. То есть воля человека сильнее, чем прогноз карты. Не всегда есть особые обстоятельства и так далее. Но чаще всего ты в состоянии это изменить. А в состоянии ли тогда, если у вас, допустим, вы получаете некий негативный прогноз, с помощью карт дать рекомендации? Если вы меня спросите. Я сам ничего не буду говорить. А вот тогда продолжение той же темы. Вот можете ли вы по поводу меня продолжить эту тему и дать прогноз, как можно эту ситуацию улучшить? Вот то, что мы увидели по январю. А её нужно улучшать? Ну, если вы сказали, там будет какой-то провал, и какой-то, как я понял, какой-то негатив всё-таки будет, можно ли... Это некое краткосрочное событие, которое реально не причиняет вам зла, вреда, не уничтожает вас, не отбрасывает вас на 20 лет назад в вашем развитии. Я не думаю, что в него нужно каким-то образом вмешиваться. Но мы можем посмотреть, есть ли смысл что-то делать, чтобы минимизировать потери в этой ситуации. Ну, давайте, если это не трудно, глянем. Это не трудно. Сила, иерофант, мир, страшный суд и влюблённые. Я бы ничего вообще не делал. Предоставим бы событиям идти своим чередом. Понятно. Сергей, вопрос в продолжении, так сказать, прошлого вопроса. Которую Владимир задавал. Ну, вот, пришёл человек, вы ему дали прогноз. Ну, и можно ли его, так сказать, изменить? Да, можно. Вы ответили, можно изменить. Это всего лишь прогноз. Ну, вот, к примеру, был прогноз, который был дан, ну, скажем так, год тому назад. В отношении какого-то человека, который болен. Дальше, ну, всё идёт своим чередом. То есть, человек живёт, он серьёзно болен, но он продолжает жить. Приходит ли, допустим, к вам и меняется ли следующий прогноз, как будет дальше продолжаться? То есть, есть ли смысл приходить вторично, хотя уже прогноз был дан? Я вообще не понял вопроса. Не понял вопроса. Ну, хорошо. Ну, вот, допустим, я когда-то вам задавал вопрос про одного моего, конкретно говорю, про одного моего хорошего знакомого, который болен. Вы озвучили, что сценарий того, что может произойти. С этого момента прошло месяцев 7, наверное. Есть ли смысл задавать этот вопрос ещё раз? Изменилась ли ситуация? Ну, как это могут быть? Я не знаю, то только вы решаете. Мне-то абсолютно всё равно, задали вопрос, не задали. Я не заинтересован ни в положительном, ни в отрицательном, ни в каком-то ответе. Я знаю, как вы считаете, ситуация может измениться или нет? То есть, она уже изменилась, правильно? Прошло 7 месяцев. Или эта ситуация уже, так сказать, прогноз, он остаётся до того момента? А я сказал, что он не выживет, или что он выживет, или что я там сказал? Три варианта было даны, я вам дал, точнее, три варианта. Первый вариант идти или, ну, как это врачи говорят, идти в госпиталь и делать процедуры, которые они знают. Второй вариант был альтернативный способ лечения, так какой уже изберёт он сам. И третий вариант поездка, скажем, к целителю, к этому бразильскому целителю. Вы ответили так, что я бы шёл с первым вариантом, медикаментозное лечение, на втором месте стоит целитель, а третье место альтернативное с методами лечения, поскольку у него времени может не хватить. Вот вопрос сейчас тот же самый остаётся. А он что и выбрал? Он выбрал альтернативный способ. Просто любопытство, как всё-таки люди могут ли меняться, ситуация может измениться, опять же, так, как он это выбрал, или как-то карты могут по-другому интерпретировать. То есть он выбрал самый неперспективный способ, да? Ну, это с его точки зрения он как раз-таки перспективный, а с точки зрения карт нет. Значит, что выпало? Ейрофант, сила, жрица, влюблённое в колесо фортуны. Вроде бы как. Вроде неплохо, на первый взгляд. Мы посмотрим, куда поворачивается колесо фортуны. Мир, сила, страшный суд, правосудие и дьявол. Не самый, по-моему, лучший. Не самый лучший вариант. Мне кажется, он... Чего он смог добиться, это замаскировать болезнь, а не вылечиться. Понятно. Ну, да. Мнение, возможно, у меня такое же, да. Хорошо. С этим вопросом, да. Понятно. Ну, дорогие друзья, уже обращаясь к нашим радиослушателям, к сожалению, мы не встретимся с Сергеем Савченко в следующую среду, поскольку, во-первых, это праздники, уже будут практически Новый год. Мягкий салат. Мягкий салат, мы помним. Да, мы помним. Второе, опять же, есть какие-то действительно рабочие моменты, которые и Сергею надо делать, и нам надо делать. Мы встретимся уже в Новом году. В связи с этим, причём встретимся мы... У нас есть очень интересный проект, предложение. Мы встретимся в гораздо более, так скажем, крупном масштабе, на большом экране, причём с участием наших радиослушателей, телезрителей, которые смогут задавать в реальное время вопросы не только по радио, где мы видим Сергея Савченко, он видит нас, но наши радиослушатели, естественно, его не видят, это радиоэфир. Так вот, прежде чем мы вступим, так сказать, в 2017 год, есть какие-то такие предположения о том, что астрологи некоторые прогнозируют, что вероятность каких-то террористических актов очень серьёзно увеличивается к концу года. Можете ли вы посмотреть, будет ли действительно это иметь место или нет? Тут надо сопоставить масштаб, потому что... Да, безусловно. Ну, масштаб... Который в Берлине 9 человек задавил, и из этого раздули историю. Ежедневно в Донецке, Луганске погибают 50-100 человек, и никто даже не ведёт брови по этому поводу. Да, к сожалению. Ну, тем не менее, прогноз такой. Вот имеет ли место быть? Понятно, что... А я, по-моему, раскладывал на это дело. Ну, опять же, время прошло, возможно, что-то изменилось. Так, башня, влюблённые, маг, шут, правосудие. Мелкие, возможно, крупные, сомнительно. Ну, такой вы прогноз и давали. А будет ли 2017 год каким-то судьбоносным тогда? Конечно, будет. Повторение 1917-го будет, ё-моё. Вот мы об этом как раз говорим. По-взрослому уже это дело. Более того, тут ещё другие циклы совпадают. Опять же, Миша Нострадамус там что-то прогнозировал. Как можно понять то, что он писал? Я даже пытаться не буду это делать. Да и ладно, и не надо. Тем более, что это можно по-разному всё трактовать. Не вижу я каких-то жутких катастроф по 2017-му году. Ну, слава Богу. Хорошо. Владимир, есть ли у вас ещё вопросы? Потому что время нашей передачи уже подходит резко к концу. Я получил ответы на те вопросы, которые я подготовил, с удовольствием задал и с удовольствием услышал ответы. Теперь остаётся только ждать, ну, если мы говорим о предсказаниях по мне, остаётся подождать месяц и убедиться в том, что всё-таки, да, всё-таки и произошло, если произошло. То есть просто подвести итоги по результатам этого периода. Поэтому спасибо вам. Да, хорошо. Тогда большое спасибо, Сергей, во-первых, за то, что вы были с нами в эфире. Несмотря на позднее время, которое на вашей территории уже сейчас наступило. Ну, а наших радиослушателей и YouTube-зрителей благодарим за то, что вы смотрите наши программы, комментируете. И если у вас будут продолжать вопросы, оставаться, а они всегда и есть, пожалуйста, будем рады, если вы будете задавать. Был последний какой-то вопрос в одном, но это даже не вопрос, это было утверждение. Да, Сергей, карты раскладывать не надо, он и так всё знает. Нет, это неправильно. Я только по картам говорю. Только по картам. Да, но тем не менее он скромно умалчивает, что способности магические у него всё-таки и есть. Да, скромно умалчивает. Хорошо, хорошо. Тогда ещё раз спасибо большое. Спасибо. Всего благ, здоровья, успехов. Спасибо, всего доброго. Всего доброго вам. Всего доброго. Спасибо, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова